Всем привет! HyperOS внесла приятный беспорядок в планы обновления, и каждый раз проверяя списки, я не знаю, какую модель телефона там увижу. И несмотря на то, что до 17 февраля компания Xiaomi, как и все жители Китая, не отработали, а праздновали свой китайский Новый год, стали известны модели, что моментально после праздников получат стабильную версию HyperOS. Помимо этого, мне удалось найти настройку, из-за которой в том числе телефоны с новой версии HyperOS раздряжаются намного быстрее, чем на MIUI 14. С нее, пожалуй, и начнем. Но для дополнительного вашему вниманию, я предлагаю вам скачивать лучшие премиум-приложения без рекламы и со всеми оплаченными функциями на нашем телекраме-канале Antra Happy. Заходите в свой телекрам-поиск и в строке поиска напишите название телекрама-канала Antra Happy. Это лучший телекрам-канал с лучшими премиум-приложениями. Переходите, присоединяйте, скачивайте и пользуйтесь. Также ссылки на лучшие премиум-приложения в описании под этим видео. Если однословно объяснить суть, она, то есть эта настройка позволяет выводить дополнительный функционал уведомлений. Например, вот так выглядел запущенный таймер на экране блокировки телефона. В Hyper-Royce Android 14 каждое уведомление стало интерактивным и в зависимости от возможностей предлагает те или иные действия. Штука полезная, выглядит отлично, но проблема в том, что каждая программа в телефоне дополнительно резервирует часть оперативной памяти под, если можно так сказать, виджет в уведомлениях. Для этого открывайте свои настройки уведомления из строкосостояния, уведомления приложений. В настройках каждого приложения вы увидите настройку, называется подсветка уведомлений, которая включает дополнительные возможности уведомлений. На своем телефоне я установила ее следующим способом. Для начала это соцсети, приложения с контентом, видео и музыка, почта и банки. Я отключила, потому что дополнительные функции в них просто не предусмотрены, а учитывая частоту уведомлений, телефон будет после этого раздряжаться намного быстрее. Следующее это такси, часы, погода, то есть все приложения для занятий спортом и софт, которые может что-либо отслеживать в моменте, то есть я оставила включенным. В итоге получаем новую полезную настройку, которая работает только там, где надо, не тратив пустой заряд батареи и не расходуя оперативную память на нашем телефоне. Теперь назад к списку телефонов, которые следующими получат HyperOS. Для отдельных из них уже выпущены даже бета-версии или выборочная рассылка, а стабильные версии появятся в самое ближайшее время и не только в индекс 7. Для начала это такие модели телефонов, как Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11 Pro, Xiaomi 11, Redmi 5, Redmi Note 13 Pro, Xiaomi 11 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 Pro, Xiaomi hyper с поэтому будем на связи и следить за изменениями и пополнением списков спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии ставьте лайк этому видео всем удачи пока